В 1810 году русский промышленник и путешественник Яков Санников увидел северные оконечности острова Котельного в море Лаптевых неизвестную землю. На северо-запад в примерном расстоянии 70 верст видны высокие каменные горы, записал руководитель полярной экспедиции, в которую входил Санников. Здесь берет начало один из самых загадочных сюжетов в истории арктического мореплавания. Два столетия назад Санников впервые увидел земли, на которые до сих пор не ступала нога человека. Спустя несколько десятилетий геолог Эдуард Толь проводил исследования на острове Котельном. 13 августа 1886 года при совершенно ясной погоде он увидел на севере контуру четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Видимость была столь хорошая, что Толь даже смог выдвинуть предположение – неизвестные земли сложены из магматических пород. Исследователь решил, что перед ним не что иное, как земля Санникова. Но ни в 1886 году, ни позже, во время следующей экспедиции Толю не удалось подобраться к этой земле. Только в 1900 году энтузиасты наконец сумели снарядить специальную экспедицию, целью которой было изучение земли Санникова. Толь был назначен ее руководителем. Однако на этот раз все усилия исследователей были напрасными. Землю Санникова найти им так и не удалось. В 1926 году в СССР вышел роман известного геолога и географа Владимира Обручева «Земля Санникова», вызвавший новый всплеск интереса к загадочной земле. На протяжении всего 20 века разные люди пытались найти землю Санникова. После многих экспедиций советских ученых, казалось, на карте Арктики уже не осталось белых пятен, где могла бы скрываться неисследованная земля. Так что же видели Санников и Толь? Скопление торосов, айсберг, мираж или действительно землю, которая и сегодня остается неизвестной ученым? Мы попробуем ответить на этот вопрос. Для чего отправимся в море Лаптевых? Из Москвы мы направимся самолетом в столицу Якутии, а отсюда вновь по воздуху прямо на север в поселок Тикси. Крупный морской порт близ устья Лены. Отсюда уже морем мы попробуем пройти на север, если удастся, до самого острова Котельного, с которого впервые были замечены загадочные острова. Если же состояние льдов и погодные условия нам этого не позволят, мы остановимся на одной из близлежащих земель в море Лаптевых. Параллельно поиску на местности будем вести работу и с письменными источниками. И уже сейчас мы начнем отработку самой первой, скептической версии. Согласно этой версии, земля Санникова всего лишь предмет фантастических догадок – мираж. В самом деле, может ли эта земля существовать, если на протяжении 19-го и 20-го веков ее не удалось обнаружить ни одному исследователю? А ведь попытки отыскать эту землю были и предпринимались они неоднократно. Что же, рассмотрим одну из таких попыток. В декабрь 1818 года. Петербург. Морское министерство приняло документ, в котором указывалось на то, что к востоку от острова Новая Сибирь, по уверению Чукчей, находится земля, населенная дикими людьми. В ответ российское правительство решило снарядить две экспедиции – Колымскую и Янскую, под руководством Фердинанда Врангеля и Петра Анжу. Для поисков и описания земель, лежащих к северу от рек Колымы и Яны. Отметим, речь идет как раз об архипелаге Новосибирских островов, то есть о том самом районе, в котором предположительно находилась земля Санникова. Именно второй, Янской экспедиции, предстояло описать остров Котельный, с которого впервые была замечена загадочная земля. Спустя 11 лет после первого упоминания о земле Санникова, в марте 1821 года экспедиционная группа Петра Анжу вышла из устья реки Яны и направилась на север. Вскоре она достигла острова Котельного в архипелаге Новосибирских островов. Здесь путешественники столкнулись с суровейшими погодными условиями. Шерстяные чулки покрывались ледяным слоем и примерзали к телу. Хронометры останавливались от холода, и людям приходилось носить их на себе под одеждой, а во время сна заворачивать в оленей шкуры. Несмотря на нечеловеческие трудности, Петр Анжу принял решение от острова Котельного направиться на север, на поиски земли Санникова. 5 апреля 1821 года отряд вышел в путь. Когда Анжу достиг той точки на севере Котельного, откуда Санников наблюдал землю, горизонт был открыт. Однако на севере и северо-западе ничего, кроме ровного льда, не просматривалось. Два дня прорубаясь через торосы, отряд Анжу шел к неведомой земле в направлении, указанном Санниковым. Никаких признаков суши. В том же 1821 году исследователь попробовал искать землю Санникова снова, на этот раз немного восточнее у побережья острова Новая Сибирь. И вновь безуспешно. У отряда Анжу едва хватило сил вернуться на материк. Как писал сам ученый, во время обратного пути часть ездовых собак была в такой усталости, что их собак путешественники были вынуждены везти на нартах. Итак, земля Санникова, по мнению Анжу, была всего лишь туманом, похожим на землю. Что ж, вполне убедительно, если учесть и огромные усилия, которые были затрачены на поиски истины. Почему же земля Санникова так манила к себе? Не только Петра Анжу, но и всех других исследователей, отдававших годы жизни, а иногда и сами жизни, ради того, чтобы ее найти. Очевидно, что открытие новых земель внесло бы неоценимый вклад в геологию, палеонтологию, океанологию и целый ряд других научных дисциплин. Предположим, что земля Санникова все-таки существовала, а Петр Анжу попросту не сумел до нее добраться. Но тогда как быть с дальнейшими исследованиями? Посудите сами, как земля Санникова может существовать, если на протяжении всего 20 века ее не смогли обнаружить ученые, владеющие всем комплексом новейшего оборудования. Не помогли ни ледоколы, ни авиации, ни даже съемка из космоса. Значит, все-таки миф. Но тогда как можно объяснить то, что видели Санников и Толь? Ведь это были люди, отнюдь не склонные к мистификациям. К тому же их данные имеют подтверждение. Что ж, вернемся вновь в тот самый 1810 год, когда впервые была замечена неизученная земля. Итак, Яков Санников, участник первой экспедиции на Новосибирские острова, увидел с острова Котельного неизвестные земли. Об этом он доложил руководителю экспедиции Матвею Геденштрому. В докладе Санникова сообщалось о трех виденных им островах. Однако... Однако Геденштром нанес на карту только два из них. Почему? Да потому что он, как настоящий ученый, тщательно проверил информацию Санникова и пришел к выводу, что один остров из трех мог представлять собой всего лишь гряду высочайших ледяных громад. Ему могло просто почудиться. Сказали бы мы, если бы в 1810 году таинственную землю видел один только Санников. Но ее видел еще один человек, Геденштром. Возможно ли, была ошибка? Наверное, да. Вот только верится в это с трудом. Еще меньше верится, что в существовании земли Санникова мог ошибиться Эдуард Васильевич Толь. Выдающийся геолог, географ, человек, обладавший богатейшим опытом экспедиции. Что ж, мы оставляем Санникова и переносимся на 76 лет вперед. В 1886 год. Летом этого года Эдуард Толь в течение полутора месяцев объехал на нартах по берегу весь остров Котельный. 13 августа 1886 года вместе со своим спутником он увидел на севере контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Толь решил, что перед ним земля Санникова. И на этот раз землю видели сразу два человека Толь и его спутник. По их оценке, земля находилась приблизительно в 150 верстах к северу от Котельного. Через семь лет состоялась вторая экспедиция Толя. Ученый снова посетил Котельный и вновь видел землю. Это уже весна 1893. Однако ни в 1886, ни в 1893 годах у ученого не было возможности подобраться к этой земле. Итак, что говорит в пользу существования этой земли? Три упоминания. Первое. Санникова и Гиденштрома. Второе и третье. Толле и его спутников. Но ведь были еще и косвенные свидетельства. Местные жители давно заметили, что весной перелетные птицы улетали отсюда дальше, на север. А осенью возвращались с потомством. Так как птицы не могли обитать в ледяной пустыне, предполагалось, что лето они проводили именно на земле Санникова, которая якобы богата и плодородна. Мы не можем не упомянуть и о романе «Земля Санникова». Пусть это приключенческая книга и не претендует на достоверность, но написана она выдающимся ученым, геологом и географом, академиком Обручевым. В предисловии автор писал «Роман назван научно-фантастическим, потому что в нем рассказывается об этой земле так, как автор представлял себе ее природу и население при известных теоретических предположениях. Это означает, что существование земли Санникова по меньшей мере возможно с научной точки зрения». Важное место в книге занимает детальное описание природы земли, открытой первопроходцами. По сюжету романа путешественники, попавшие на землю Санникова, встречают здесь и саблезубых тигров, и пещерных медведей, и шерстистых носорогов, и мамонтов. Обручев сделал землю Санникова теплой и благодатной, покрытой лесами и лугами в кольце огромных гор. Фантастика отнюдь нет. Сюжет построен на вполне правдоподобном допущении. Теплый остров во льдах мог образоваться в результате вулканической деятельности. Вулкан на придуманном острове уже потух, но еще не остыл. Вот почему здесь такой богатый растительный и животный мир. Вот почему на острове могут жить люди. По сюжету романа, кроме пришедшего с материка народа анкелонов, землю Санникова населяет еще и вампу, уцелевшие люди каменного века. Заканчивается книга прямым обращением к читателям. Может быть, она возбудит интерес к таинственной земле Санникова в ком-нибудь из нового поколения. И побудит отправиться на поиски ее среди ледяных просторов Северного моря. В ближайшее время я намереваюсь достичь земли Санникова. Что еще за земля? Сто лет назад промышленник Санников с острова Котельный видел эту землю. И в течение всего этого времени никто не смог ее достичь. В 1973 году на киностудии Мосфильм по мотивам книги Владимира Обручева был снят фильм «Земля Санникова». Во многом, именно благодаря создателям этой ленты, интерес к земле Санникова не пропадает и теперь, в начале 21 века. Итак, земля Санникова. Мир или реальность? Мы уже нашли серьезные доводы в пользу каждой из версий. Вот только какая из них истинная? Чтобы выяснить это, мы обратились к специалистам. Первое, что вызывает сомнение, это расстояние, с которого была замечена загадочная земля. Толь писал, что видел землю Санникова на расстоянии 150 верст. Насколько такая цифра реалистична? Говорят, что Анжу и Годенштром видели острова на севере, может быть, даже деревянные горы на острове Новая Сибирь с устья Индигирки. 250 и больше километров видели на таком большом расстоянии они видели острова. Видимо, это тоже был оптический эффект, когда приподнимается суша, которая очень далеко и не видна невооруженным глазом. И в самом деле на севере известны редкие случаи аномально далекой видимости. В ясные дни над островами держится облачность, которая зрительно приподнимает их над морем. А значит, оценки Эдуарда Толя мы можем назвать вполне правдоподобными. Далее, как мы помним, Толь сумел сделать заключение о геологическом строении земли Санникова. Рассматривая загадочные острова, ученый пришел к выводу, что они сложены траповыми массивами. Толь предположил, что землю Санникова составляют траповые породы. Что это вообще такое? Это трапы. Вот они. Это базальты. Базальты, туфобазальты, сиениты и прочие вулканические породы. Основные, тяжелые, изверженные во время извержения вулкана. Итак, трапы – общее название основных магматических горных пород. То есть, попросту говоря, застывшая магма. Очевидно, что даже на очень большом расстоянии скалистые особи траповых пород довольно трудно спутать с торосами нагромождением льдов. К тому же, северная часть новосибирских островов преимущественно сложена именно трапами. Так что заключение Толя и в этом случае можно назвать правдоподобным. Прежде чем решиться на дальнюю экспедицию, мы решили совершить небольшое путешествие вдоль южного побережья моря Лаптевых, чтобы лучше понять условия навигации в этом районе. Теперь мы сами убедились в том, как трудно было полярникам на протяжении двух столетий доказать или опровергнуть существование загадочной земли. В районе Котельного ясная погода – большая редкость. Мы находимся южнее, но и здесь, прямо скажем, не самая лучшая видимость. В условиях низкой облачности и тумана экспедиция, пусть даже оснащенная самым современным оборудованием, может пройти совсем рядом с землей Санникова и попросту ее не заметить. Ученым известны такие факты. Ни экспедиция Нильса Норденшельда, ни экспедиция Фриттифа Нансена, ни экспедиция Эдуарда Толя не заметили архипелаг Северная Земля. А ведь это скопление громадных островов. Удивительно ли, что туманы скрыли от полярных исследователей землю Санникова? Сам Эдуард Толь, попав в 1901 году в полосу туманов, записал в дневнике. Теперь совершенно ясно, что можно было 10 раз пройти мимо земли Санникова, не заметив ее. В море Лаптевых резкие перепады глубин встречаются не так часто. Это значит, что малая глубина или мель с большой вероятностью может указать нам на близость суши. Мы решили проверить глубину моря Лаптевых вблизи его южного берега. Попробуем. Для измерения глубины моря мы используем простейший самодельный лот, состоящий из груза и печевки. Таким инструментом издавна пользуются рыбаки. Есть, да? Все. И сколько осталось? Сейчас проверим. Полтора метра. Значит, если всего 20, минус полтора... 18,5. 18,5. По океанским меркам глубина ничтожная. Но ведь мы находимся у южного побережья моря Лаптевых на расстоянии всего 6-7 километров от берега. А что же дальше на север? Вот какие-то случаи интересные в памяти возникают? Ну, я вот помню охотники за бивнями, когда ходили снимать своих работников оттуда, с островов, садились на мели. На каком плавсредстве были? У них, ну, как типа рыболовного сенера. Небольшая осадка у него? Он очень, ну, как, позволяющий ему подходить очень близко к берегу. И они садились на отмели. Вот они даже, когда шли туда, специально держали вахту, чтобы не попасть на эти отмели. Отмели очень много по морю. Значительная часть моря Лаптевых представляет собой шельф, то есть обширное мелководье, которое является частью подводной окраины материков. Несколько десятков тысяч лет назад, когда уровень моря был значительно ниже, вся территория нынешнего шельфа представляла собой материк, бескрайнюю равнину, по которой бродили мамонты. Впоследствии земля ушла под воду, но и сейчас глубина шельфовых морей сравнительно невелика. Как правило, она составляет всего лишь 100-200 метров. А в случае с морем Лаптевых, эта глубина еще меньше. Вот какие данные представляет большая советская энциклопедия. Море Лаптевых расположено в пределах материковой отмели, которая круто обрывается к ложу океана. Глубины менее 50 метров занимает около 53% площади моря. Итак, мы выяснили, что больше половины площади моря Лаптевых занимает мелководие. Это значит, что здесь очень велика вероятность наткнуться на отмель песчаную косу или, попросту говоря, на остров, который почти не возвышается над уровнем моря. А что если значительная часть земли Санникова является такой отмелью? Большую часть года море Лаптевых покрыто льдом. А песчаная коса или отмель, покрытая льдом, может быть попросту неразличима с воздуха. Что же касается гор, виденных путешественниками, то они могут занимать совсем небольшую территорию, что и мешает их обнаружить. Когда 9 сентября 1901 года судно Эдуарда Толя достигло района предполагаемой земли Санникова, ученый записал в дневнике, малые глубины говорят о близости земли, но до настоящего времени ее не видно. Малые глубины, то есть те самые мели, которые так легко могут превратиться в песчаную косу, возвышающуюся над поверхностью воды. Итак, какой информацией мы теперь располагаем? Земля Санникова, по всей вероятности, не является предметом фантастических домыслов. Опытные полярники видели ее трижды совершенно отчетливо. И у нас нет никаких оснований сомневаться в истинности их показаний. Осмотрев побережье моря Лаптевых, мы убедились в том, что земля Санникова действительно может состоять из траповых пород в соответствии с предположением Эдуарда Толя. Одновременно существует и вероятность того, что горы на неизученной земле занимают небольшую площадь. Основная же территория земли Санникова это всего лишь обширная песчаная коса, которая большую часть года покрыта льдом. Одно другому вовсе не противоречит. Песок, как мы знаем, это разрушенная под воздействием воды и ветра горная порода. Если мы говорим о вулканических породах, то и они, со временем разрушаясь, могут стать так называемым вулканическим песком. Но вспомним, Санников сообщал не просто о горах, но о высоких каменных горах, то есть, очевидно, хорошо заметных с большого расстояния. Да и судя по заявлению Толя, горы должны быть прекрасно различимы на фоне моря. Могли ли они за считанные десятилетия превратиться в песок? Кажется, это очень сомнительное предположение. Однако оно, безусловно, заслуживает внимания и нуждается в тщательной проверке. Так неужели теперь, когда у нас в руках столько свидетельств в пользу того, что земля Санникова все-таки может существовать, мы останемся здесь, вблизи поселка Тикси и не попробуем продвинуться дальше, на север? К сожалению, мы не сможем организовать полноценную экспедицию на остров Котельный. Большую часть года остров окружен льдами и без ледокола нам туда не прорваться. Но есть другая возможность. Мы исследуем материковую часть побережий моря Лаптевана. По своему строению она аналогична Котельному и другим Новосибирским островам. Специалисты из Усть-Ленского заповедника рассказали нам о природном явлении очень нас заинтересовавшим. В нескольких десятках километров от Тикси на побережье Быковского полуострова они обнаружили выход так называемого ископаемого льда. Явление это, как рассказали нам ученые, очень распространено на Новосибирских островах и в том числе на острове Котельном. Вот почему мы сразу решили отправиться к месту находки. Это бухта Тикси. Самое лучшее место здесь в этом районе для стоянки судов. Это северный берег бухты Тикси. Мыс Моастах. Вот за ним шторм. Даже волны видно. А здесь тихо. И сейчас куда мы двинемся? Сейчас мы двинемся вдоль побережья Быковского полуострова. Сначала точно на востоке, потом точно на север с другой стороны. Само название ископаемого льда говорит за себя. Это залегающие в земной коре пласты, возраст которых насчитывает десятки тысяч лет. Как сообщает Большая советская энциклопедия, ледяные жилы разных размеров слагают до 70% площади приморских родин севера Сибири. Если же мы говорим о земле Санникова, то там содержание этого льда может быть еще большим. Обычно ископаемый лед скрыт в толще земли. Наша же цель – найти место открытого выхода ископаемого льда. Иначе говоря, его оголенный участок. А вот, собственно, что, это есть ископаемый лед? Нет, это снег, это остаток снежника. Вот здесь лежал снег, все было надувом снежным закрыто. И сейчас уже почти весь надув стаял, и вот это его остатки. Снежные глыбы попадаются на берегу все чаще. Это вот все снежник, все это снежник. Но вот наверху мы уже видим клинья. Это настоящие ледяные жилы. Проходить под нависающей снежной глыбой опасно. В любое время она может обрушиться. Нашей съемочной группе приходится подниматься по крутому склону, чтобы обойти снежник верхней частью берегового обрыва. Вот тут как раз участки ископаемого льда. Это в разрезе полигональная решетка. А тут куски почвенно-растительного покрова. Они как бы плывут при разрушении, как река из этих островков, и все это падает вниз. Ископаемый лед. Именно такой, каким предположительно была сложена земля Санникова, здесь, под ногами. Но мы его пока не видим. И вот, наконец, удача. Наша экспедиция у цели. Кусок ископаемого льда. Жила. Действительно, уникальный природный экспонат. В толще этого льда могут быть обнаружены те растения и животные, которых уже давно нет в природе. Под нашими ногами громадный палеонтологический музей, созданный самой природой. И кто знает, может быть, в 10 метрах, а может быть и в 10 сантиметрах от наших ног, сейчас лежат бесценные образцы древней флоры и фауны. Очень много находили костей, бизонов, овцебыков, львов арктических. Да, ну, что-то типа соблезубого тигра, ну, такой львиной сущности. В Тикси мы засняли несколько фрагментов мамонтовой фауны, в разное время найденных учеными. Вот это шерсть мамонта, вытаившая из куска льда на острове Большой Ляховский. Возраст экспоната – около 40 тысяч лет. Кожа мамонта с острова Новая Сибирь – 20 тысяч лет. И, наконец, обломок кости мамонта с остатками мяса. Из ледяной жилы в дельтилены – 20 тысяч лет. Какие же удивительные находки должна хранить в себе еще неисследованная земля? Самый древний на сегодняшний день образец ископаемого льда был добыт в январе 2006 года на японской антарктической станции Домфудзи методом сверхглубокого бурения. Возраст этого льда – около миллиона лет. Глубина шахты, которую пробурили, чтобы взять образец, составила около трех тысяч метров. Нашей находке, по предположению ученых, более 20 тысяч лет. Возраст ископаемого льда земли Санникова может быть примерно таким же, ведь происхождение этого льда одинаково на всем протяжении морского побережья. По трещинам вода осенью просачивается и замерзает, и ледяная жила растет. Она растет и углубляется, как будто земля раздвигается льдом. Понимаете, это порода. Лед в виде породы. То есть происходит осадка накопления. Ну, какой-то слой накопился там. Ну, не важно, чего. Песка, ила. Потом вот эта жилка растет в нем. Потом снова накапливается слой какой-то. Что это была? Река, склонное отложение, еще что-то. Ну, то есть вот постоянный рост накопления осадков вместе со льдом. Известны случаи, когда ледяная жила уходила в глубину на 80 метров. Высота 25-этажного дома. Сколько сейчас этого льда вот под нами, в той стороне, дальше, где еще сохранился треянистый покров? Ну, вот ледяные жилы, они уходят вглубь и могут уходить на десятки метров. И в ту сторону, да? И в ту сторону. Это трещина. Трещина, она представляет из себя клин, ледяной клин, который идет и в ту сторону, встречается с перпендикулярно идущим другим клином. Иными словами, мы имеем дело не с отдельно взятой ледяной жилой, а с целым обширным ледовым комплексом. Представьте себе, процессы образования ледяных жил идут не год, не два, а тысячи, десятки тысяч лет. За это время на поверхность льда наносятся осадочные породы и ледяная глыба оказывается замурованной в толще земли. Вспомним, за последние несколько десятков тысяч лет уровень моря значительно поднялся. А что, если подтопление северных берегов Восточной Сибири продолжается и сегодня? Ведь если это и в самом деле так, то, может быть, именно здесь кроется ответ на тот самый главный вопрос, который мы и пытаемся разрешить. Загадка исчезновения земли Санникова и ископаемый лед. Могут ли они быть как-то связаны? Такая земля называется Едома в Сибири. Разъедаемая или съедаемая земля. Съедает их солнце, воздух, вода. Берег отступает здесь на 6 метров в среднем в год. Просто он тает и обваливается вниз. Так могла растаять и земля Санникова. Но ведь мы сейчас говорим о тех процессах, которые занимают отнюдь не десятки тысяч лет, а протекают стремительно, от года к году прямо у нас на глазах. Очевидно, что всего за несколько лет уровень моря не может так сильно подняться, чтобы это стало причиной исчезновения целых островов. А значит, причина столь быстрого таяния ископаемого льда отнюдь не в колебании уровня моря. Огромную роль, как это ни парадоксально, здесь должен играть случай. Пока ледяная жила окружена породой, защищающей ее от морских волн и теплого воздуха, она, эта жила, может сохраняться десятки тысяч лет. Но как только порода разрушается, и море, и воздух подступают ко льду, он тает очень быстро, иногда в течение всего нескольких лет. Скорость отступания была самая максимальная, зафиксирована 110 метров в год. Но это вот открытое море, небольшой льдистый остров. В принципе, такое возможно, особенно на мысах таких островов. Одно из самых ярких подтверждений история острова Семеновского в море Лаптевых. Исследованный зимой 1823 года, он имел длину около 15 и ширину около 5 километров. Уже в 1912-м длина Семеновского 4630 и ширина 926 метров. То есть площадь острова уменьшилась примерно в 15 раз. В 1936-м году к острову подошло гидрографическое судно. К тому времени Семеновский уменьшился еще вдвое. А в 1950-м году, как выяснилось, он прекратил свое существование. Попросту исчез. Вот, скажем, остров Муастах, который я вам показывал, в бухте Тикси, ему там жить осталось сотни лет, хотя он в 8-километровой длины. Ну, просто очень быстро разрушается. Таким же образом исчезли острова Васильевский, Фигурина, Меркурия и Диамида. Так вот, в чем причина невозможности найти землю Санникова. Загадочные острова исследователи трижды видели в 19-м веке. Однако полноценная экспедиция на землю Санникова была организована лишь в начале 20-го века. Как это ни парадоксально, но за короткое время между 1893-м и 1901-м годами земля Санникова могла попросту исчезнуть. Похоже, мы наконец-то приблизились к ответу на наш главный вопрос. Земля Санникова существовала в 19-м веке и прекратила свое существование в веке 20-м, подобно ряду других островов моря Лаптевых. Но значит предположение Толя о геологическом строении этой земли приходится признать ошибочным. Эта равнина состояла из льдистых, высоко льдистых, рыхлых горных пород. Но это никак не магматические. Как может разрушиться остров-то, состоящий из твердых горных пород? Как он может разрушиться и исчезать? В самом деле, как объяснили нам специалисты, магматические породы разрушаются относительно медленно и уж никак не могли исчезнуть за одно-два десятилетия. А это значит, что земля Санникова состояла не из трапов, а из рыхлых льдистых пород, издалека принятых Эдуардом Толем за магматические. Но оказалось, ну мы так считаем, что это просто грязная поверхность льда, грубо говоря. Однако, хотя версия разрушения рыхлых пород действительно очень убедительна, она остается лишь версией. Где доказательства? Пытаясь найти их, мы обнаружили статью российского физика Антона Бельского, который в середине 60-х годов 20-го века участвовал в экспедиции в районе предполагаемого расположения земли Санникова. За эхолотом я наблюдал постоянно и заметил, что глубина начала резко уменьшаться. Это меня насторожило, потому что мы должны были выйти в район океана с глубинами близкими к полутора тысячам метров. Когда глубина дошла до значения 7-10 метров под килем, Старпом отдал команду на уменьшение скорости и поворот на новый курс. Нас, прежде всего, интересует следующий вопрос. Могла ли та мель, на которую едва ли несело судно Бельского, быть подводным следом растаявшей земли Санникова? Если и так, одного описания подводной косы нам недостаточно. Нужно заключение специалиста геофизика о строении морского дна в этом районе. И нам такое заключение найти удалось. Геофизик Вадим Литинский рассчитал местоположение земли Санникова и отметил его на современной карте донных осадков моря Лаптевых. Результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что это участок песчаного грунта среди поля Ила, то есть ничто иное, как измельченные остатки горных пород. Такие же песчаные зоны зафиксированы на месте недавно исчезнувших островов Семеновского и Васильевского в море Лаптевых. Итак, судя по всему, современные ученые нашли окончательные доказательства того, что земля, виденная в XIX веке Санниковым и Толем, действительно существовала. И лишь в самом недавнем прошлом, примерно сто лет назад или чуть менее, она исчезла. В великой, фантастической повести под названием «Земля Санникова» сама природа нашла отнюдь небанальную развязку.